Здравствуйте! Это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Я Владислав Горин. Это эпизод от 1 февраля 2023 года, и вы уже можете догадаться, что будет не в начале месяца, а в конце, 24-го числа, конечно, будет выпуск, посвященный году войны. После окончания этого выпуска попрошу вас принять участие в том предстоящем подкасте, что случилось на годовщину вторжения. Но это позже, а теперь о сегодняшней теме. Чечня, Рамзен Кадыров и его претензии Западу по поводу того, что, внимание, он, Запад, мало помогал, когда Кадыров со сторонниками воевали за свободную Чкирию. Ничего себе заявление. Давайте его обсудим. Здесь Гарольд Чемберс, аналитик, специалист по Северному Кавказу. Здравствуйте! Здравствуйте! А можно, Гарольд, сперва о вас вопрос? Как давно вы интересуетесь Чечнёй? На чём сосредоточены ваши исследования? Ну, я начинал учусь в Чечне, когда я учился в университете, и вначале я учил по специальности лингвистики, и из-за этого меня интересовала идентичность гражданства и связь между этими аспектами в России, потому что я тоже начался изучить русский язык в это время, и поэтому я нашёл Северный Кавказ в моём исследовании. Хорошо, давайте поговорим сейчас о том, для чего мы собрались, о теме. И с нами незримо тут присутствует Рамзан Кадыров, глава Чечни, и вот его слова. Хочу покомментировать слова, да, этого шизофреника, да, представителя правительства в Польше, да, он говорит, да, что надо поддержать Эчкерию, да, он. У меня вопрос, да, где вы были, когда мы воевали за Эчкерию, да, когда мы отстаивали интерес независимости, почему, да, он, европейское государство, да, он, в том числе и Украина, да, он, не поддержал у нас, да, и сегодня вдруг вы решили, да, поддержать, да, несуществующую государство, да. Там ещё Кадыров сказал, что Украина, и тут в скобках надо сказать, осень 2022 года Верховная Рада признала Республику Эчкерию территорией оккупированной Российской Федерацией, и другие страны, Польша в том числе, Запад, не поддерживали нас тогда, нас в смысле борцов за независимость Эчкерии. А теперь, что ж, повылезали, выступают за какие-то несуществующие идеалы, за какое-то несуществующее государство. Кадыров сказал, что Умаров сам Эчкерию распустил, что, в общем, правда. Сам провозглашённый глава Эчкерии Дока Умаров объявил о её упразднении, о создании Марат-Кавказ, и по этому поводу случился раскол в своё время в среде оппонентов Москвы и промосковского Грозного. Кадыров также сказал, что вот это Эчкерийское правительство в изгнании, которое в Европе, то, что возглавляется Закаевым, это предателей, вас так даже Масхадов называл. Масхадов, надо напомнить, избранный президент Чечни, были там в своё время выборы. И вот вопрос. Слушая Кадырова, задаёшься вопросом, российская пропаганда вроде бы много лет говорит обратное, что, наоборот, Запад предпринимал попытки, в том числе посредством конфликта в Чечне, развалить Россию. А как было в действительности? Какова была роль западных стран? США, Франция, Германия, ну и заодно Польша с Украиной, Раскадыров их вспоминает вот в этом процессе? Ну, по-моему, роль Запада в конфликте между Чечней и Россией в 90-х, это была маленькая роль, если это существовало. Ну, я думаю, что заявление Кадырова – это пример того, что Запад не поддерживал Чечни в конфликте. Это миф. Это большой миф, по-моему. Бывшие чиновники Ичкеры в 2004 году, они попробовали стать беженцем в Западе, но это была проблема для них. И это было очень трудно, потому что государство Запада не хотело дать помочь Чечне. На чем этот миф тогда был основан? Что воспринималось тогда как действия дружественные сепаратистскому движению, как сказали бы в Москве, в общем, Ичкерийскому проекту? Потому что я, вспоминая историю, могу сказать, что, конечно, было много заявлений про правозащитное дело, и как-то все равно звучали симпатизанские действительно слова в отношении тех, кто выступал за независимость Чечни. Точно. Я не знаю, когда основан этот миф, потому что, конечно, в течение второго конфликта Запад помог Путину из-за глобальной войны на террориях, потому что Путин создал этот нарратив в том, что Чечня это было террористическое государство, и, конечно, в это время это было еще Ичкерия, и не Эмират Кавказ. Но, по-моему, когда происходила война в Грузии и в Украине, по-моему, это изменило статистику между Западом и Путином. Вы говорите, что Путин создал образ террористического государства в Чечне, и можно вспомнить, конечно, очень яркую картинку, очень яркий образ, как Путин звонит после 11 сентября Бушу-младшему и говорит, мы с вами воюем на одной стороне против терроризма. Просто это особенности русского языка, когда вы выражаете, что Путин сформировал образ террористического государства, создается ощущение, что вы таковым не считаете и чекерийский проект, и вот этот сепаратистский чеченский проект. Давайте точки над и расставим. Вы как смотрите вообще на историю Чечни в 90-е годы? Ну, чекерийский проект, это похоже на имя государства, это сложно. Конечно, были радикальные элементы в политике, и, конечно, были террористы, но вначале это был демократический проект. И думаю, что, по-моему, даже сейчас есть спор между фракциями и чекерийским оппозиционерами в диаспоре, есть спор между демократией или шарией. Из-за этого трудно сказать точно, как была политика и проект, потому что это сложное государство с много разными индивидуалами, много идеологий. Ну, то есть, под конец Ичкерии это же, очевидно, было крайне радикальное образование. Да, конечно, было очень радикальное идеологии в чеченском футуре, и, по-моему, много академикам не нравится говорить об идеологии, потому что это индивидуальная вещь. Это важно попробовать говорить об этом. По-моему, развитие идеологии в Ичкерии продолжается сегодня среди чеченцами. И эта угроза радикальных элементов еще существует, конечно, но чтобы говорить о радикальных элементах идеологии в Ичкерии, это трудно, потому что трудно знать, сколько чеченцев верил в эти идеологии. И думаю, что сегодня нельзя сказать об этом вообще, потому что из-за этих радикалов Ичкерийский проект не поддержал Запад. Давайте про сейчас поговорим, как сейчас Рамзан Кадыров конструирует свой миф в Чечне, основываясь на истории, в том числе на истории Чекерии. Почему для его правления вот этот исторический взгляд, исторический фокус так важен? К Рамзану Кадырову история, самое важное влияние на политику, по-моему, было хэштег 100 лет чеченской государственности, которые использовали его режим и разные члены его администрации, на Телеграме, например. И, по-моему, это хороший пример, как он использует истории для политики. Но это, конечно, не готовщина Чечни, это готовщина Чечно-Ингушский АССР. И, по-моему, это очевидно иридентизм. И думаю, что это было два года назад. Он сказал, что он захватил Ингушетию. И эта идея, чтобы Чечня историческая сила, по-моему, это фундаментальная идея для его политики. Но в деле Ичкерия это труднее. Потому что, конечно, Ичкерия это было сепаратическое государство от России. Но также это самый известный феномен, можно сказать, в современной Чечне. И, конечно, его отец Ахмад Кадиров был самым главным в религии в Чечне в это время. И Ахмад Кадиров сказал, что первая чеченская война это был джихад против России. Из-за этого, конечно, Ахмад Кадиров не может быть в центре этого конфликта, но около центра и сердца конфликта. И, конечно, после этого он и другие, как, например, Ахмад Кадиров, они соединились с силами в России. Но в Чечне память Ичкерии, что важно, это не чеченская республика, это Ичкерия. И из-за этого Кадиров-младший попробует создать легитимность от памяти Ичкерии. Но, конечно, большинство Ичкерийцы верят, что Кадиров предател народу. И из-за этого эта динамика ахматизации и ликвидирования республики Чечни, это попытка изменить ситуацию. Но, по-моему, это, конечно, не успешная попытка. Подводя итог, перефразируя то, что вы сказали, для легитимизации режима Рамзана Кадирова очень важно обращение к истории, в том числе к истории такой советской квази-государственности чечено-ингушской, потому что это вписывает современную Чечню вот в этот российский контекст. Но при этом он не может спорить с Ичкерийским проектом, поскольку тот тоже был проявлением стремления чеченцев к собственной государственности. Там замешан авторитет его отца, религиозный авторитет. Но это же, кажется, довольно большое противоречие. Ты либо предлагаешь проект какой-то независимости, и тогда ты не должен, наверное, стесняться ему противостоять, или ты должен выбирать интеграционный проект, связанный с Российской Федерацией, и тогда ты его более-менее откровенно защищаешь. Когда Кадыров произносит вот в адрес польского политика, польского государственного деятеля слова про то, что ты такой недалекий, вы нам не помогали, когда мы боролись за независимость, я не понимаю, как он может усиживать на двух стульях. Вы понимаете это противоречие? Говоря часто, я не знаю, почему Кадыров сказал это в Западе. Это было очень странно, и я не понимаю его причину. Я не вижу, чтобы был его цел. По-моему, это был ниво его роли, как военная глава региона. Ну, конечно, Кадыров сейчас один из руководителей войны сейчас, можно сказать, за пригожением и другими. Но почти каждую неделю есть отряд добровольцев отправить в Украину. И почему он сказал, это было странно, я не понимаю логика. Я думаю, что, может быть, не было логика. Может быть, это была попытка использовать эчкерийский память, но, по-моему, это было просто заявление без логики. И, по-моему, его заявление будет помогать Ахмаду Языкаеву, чтобы он попробовал получить признание его государства в изгнании от Польши. Парадоксальная мысль. Но вы в одном из своих материалов объясняли, как Кадыров не может жить без вот этой оппозиции, без Языкаева. Почему ему важна эта оппозиция и противостояние с ней, и борьба, да? Вот образ человека, который с ней борется. Можете эту мысль объяснить? Да, может быть, конечно, спор между Кадыровым и Языкаевым. Это ритуальная политика сейчас, по-моему. И это часть чеченской политики вообще. И думаю, что Языкаев, по-моему, у него есть мало авторитет сейчас, чтобы делать любые действия. Но сейчас из-за действия превращения Кадырова у Языкаева есть больше власти, чем год назад, два года назад. И вчера Языкаев участвовал в конференции в Европейском парламенте. И раньше он говорил с мером Киева, а сейчас воюют военные силы чеченской республики Ичкеры в Украине. И все это было возможно, потому что Кадыров всегда решил спорить с Языкаевым. Почему для Кадырова, для его режима для удержания власти в Чечне и в системе власти Российской Федерации важно вот это противостояние, что, как ни странно, Кадырову выгодно увеличение влияния Закаева? Кажется, есть такой парадокс. Ну, по-моему, существует этот парадокс, потому что для Кадырова война продолжается. И когда я говорю война, это значит чеченская война с Россией. Для Кадырова война нужно продолжаться, потому что если угроза насилия в Чечне не существует, ну, почему Путин нужно использовать Кадырова в Чечне? И самая главная роль Кадырова было создать стабильность. И если есть стабильность в Чечне, что это значит для Кадырова? И из-за этого спорта с Закаевым это работает. У Закаева не было власти, но из-за того, что Кадыров в речи дал ему власть, у Закаева была нереальная власть в нарративе. Ну, в реальности у Закаева не было власти. Но из-за того, что Кадыров говорил с нарративом, как у Закаева была власть, и он был угроз в России, из-за этого Закаев был угроз, и у него была власть. — Да, я понимаю, о чем вы говорите, что Кадыров сам увеличивает символическую власть Закаева, поскольку ему это выгодно, ему нужен соперник, иначе зачем чрезвычайные полномочия, чрезвычайное положение Кадырова, если он не борется с какой-то большой угрозой, не обеспечивает ту самую стабильность вот уже сколько лет, уже, точнее, даже десятилетий в регионе. Кадыров действительно же выдающийся по меркам Российской Федерации региональный руководитель. Ни у кого больше нет таких возможностей, полномочий такого права голоса, в том числе на международной арене. Он там может говорить и про защиту ислама, вот как недавно это делал из-за сожженного Корана. Такой претензии ни одному губернатору не снилось в Российской Федерации, как Рамзану Кадырову, и это зиждется вот на этой чрезвычайщине. Спасибо, что объяснили это. Я хотел зацепиться за другой эпизод, то, о чем вы говорили в связи с заявлением Кадырова о Ичкерийском проекте. Мне так кажется, что это тоже проявление вот этой самой политики, да, объяснение, почему он на своем месте, почему он так нужен Кремлю, что когда мы боролись за Ичкерию, говорит Рамзан Кадыров, тем самым давая понять людям в Москве, что я все еще не такой, как вы, я все еще не чиновник в России, я все еще человек, который вышел из полевых командиров или там из местной элиты какой-то, да, сын проповедника, который навел порядок в Чечне, провел ту самую кадыризацию или ахматизацию Чечни, о которой вы тоже сказали, и поэтому мне нужно давать ресурсы, поэтому ко мне нужно больше прислушиваться, чем к какому-нибудь рядовому главе региона. Что это на самом деле был разговор с московскими политиками в первую очередь, хотя может вам кажется, что Кадыров тут обращается еще и к аудитории, к чеченцам, для которых Ичкерийский проект, вот эта попытка независимости, не пустой звук. Как вам кажется, кто тут адресат этого сообщения? Москва или люди за границей и внутри Чечни, для которых Ичкерия важная часть их истории, важная часть тоже какой-то претензии на отдельность, на особость? Ну, по-моему, часто, когда Кадыров говорит, у него есть несколько аудиторий каждый раз, но обычно одна аудитория — это Путин, одна чеченцы вообще в Чечне и в Диаспоре, и третья аудитория — это Запад. С этим заявлением, по-моему, была одна аудитория, и это был Запад. Наверное, самая лучшая интерпретация этого заявления — это то, что Кадыров попробует троллировать Запад. Троллировать в смысле троллить? Да, по-моему, для него это всё шутка, потому что я не думаю, что есть логика, чтобы существовала аудитория для этого заявления. в Кремле. По-моему, Кадыров знает, что нет чеченцев, будут передумать о том, что сепаратисты Кадыров. Думаю, что все уже знают, что Кадыров не про-ичкарийский, и поэтому я думаю, что, наверное, если вы анализируете его аудиторию с этим заявлением, неверно, это просто шутка для него. Это попытка троллить Запад. Тут по форме ещё, кстати, довольно интересно это заявление выглядит, потому что Кадырову, очевидно, не очень легко говорить по-русски, и многое из того, что он говорит, он прерывается, на вас похоже уж, извините, и говорит Дон всё время. А вот там, где про вот это послание Западу, он прям как по писанному. Я думаю, что он на самом деле это прочитал председатель, правительство, Польша. Вот прям 3-4 слова к ряду у него было совершенно без запинки произнесено, и выглядит это, если честно, домашней заготовкой. Но вот я о чём подумал, когда его слушал, что по большому счёту, если бы я был чеченцем, мне самые известные люди, представители моего народа, предлагали бы два проекта. Один Кадыровский, такое воспоминание о независимости, которую мы отдали, и там Кадыров в этом ролике тоже про это говорит, что мы же прошли через референдум о вхождении в Российскую Федерацию, и сейчас у нас чеченцев полтора миллиона, нас надо одевать, обувать и заниматься социальными вопросами, стройкой, дошкольным образованием почему-то, и мы сами не потянем. Он уже не раз это говорил, что без России ни пуда, что Чечня слишком маленькая страна, и ей нужна экономическая поддержка Российской Федерации. Ну, то есть так-то бы мы, может, и жили бы хорошо, но это уже перелистнутые страницы, и вот теперь точная цитата, каждый день мы убеждаемся в правильности своего выбора. Так себе проект, если честно, жить в диктатуре, внутри другой диктатуры, с порядками еще более жесткими, чем в Российской Федерации. А второй проект, ну, условно Закаевский, то есть отделение от Российской Федерации, непонятно на каких принципах, непонятно с каким уроном и с какими жертвами, которые могут быть положены на этот алтарь. И я не вижу тут никакого другого, чуть более среднего, что ли, проекта. Ни Российская Федерация кадыровского образца, и ни Закаевская Ичкерия, которая уже, в общем, трудно вспоминается, хотя если ее вспоминаешь, там закон шариата, не особо хочется, да, в это тоже вернуться. Почему как будто не звучит никакого третьего альтернативного голоса? Почему его не наблюдается? Вы можете понять это? Ну, я думаю, что причина, чтобы не существует третий альтернативный голос, в том, что Закаев и Кадиров, они не хотят, чтобы есть третий голос. Они, может быть, слишком громкие, и поэтому невозможно быть третий голос. Но, по-моему, может быть, сейчас будет третий голос, и это правозащитник Абубакар Янглубаев, и он сейчас не участвует в споре этих политиков, и даже не участвует в межфракционном споре чеченской оппозиции. Я думаю, что сейчас, может быть, это не так черный и белый, как раньше, и сейчас это серый. Становится серым, стать тенками. Спасибо большое, Гароль, за этот разговор, за ваши мысли и за ваше время. Спасибо большое. Это был Гарольд Чемберс, аналитик, специалист по Северному Кавказу. Нам осталось попрощаться, и еще хочу вас кое о чем попросить. Уделите минутку, пожалуйста. Объявление, или точнее просьба, я говорил о ней в самом начале этого эпизода. 24 февраля, годовщина вторжения Российской Федерации в Украину, много выпусков о войне и ее последствиях у нас было в этом году, и кажется правильным поступить так 24 февраля, чтобы этот день пережить. Напишите, как вы этот день встретили. 24 февраля 2022 года, то есть начало войны. Чем этот неприятный, шокирующий миг вам запомнился? Какие события, обстоятельства ему сопутствовали? И к чему привели в вашей жизни? Как она поменялась? Мы эти сообщения 24 числа прочитаем в подкасте. Это во-первых. Так что, пожалуйста, постарайтесь сжаться. Один, максимум два небольших абзаца. Только самое важное, чтобы можно было побольше письм прочитать. И не забывайте также подписываться своим настоящим или ради безопасности вымышленным именем. Во-вторых, если вы готовы поговорить, то есть пообщаться устно со мной, а Медуза – нежелательная организация, это несет известные риски, если вы находитесь в зоне досягаемости российских властей. Ну так вот, если вы готовы, тем не менее, устно пообщаться, укажите тоже это. Я вам напишу, договоримся о времени, пообщаемся. Если, повторяюсь, это вам никак не навредит. Письма будем принимать в ближайшие две недели. И, повторюсь, совместно с вами сделаем такой выпуск про 24 февраля. И чуть не забыл адрес, на который стоит отправлять ваши письма. Подкаст собакаметуза.io. То есть обычный, но почему бы не напомнить. Спасибо за внимание. Это, как всегда, был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok